Футбольное поле, поросшее бурьяном, отдаленно напоминает стадион. Но, по заверению местных жителей, когда-то именно он был центром притяжения местной молодежи микрорайона Фанерный. Это место встреч было, на самом деле. Действительно, мы выросли здесь, на этом месте. Ну, школа рядом. Во-первых, школа здесь все время проходила спортивные занятия. Это как гоняли нас по этому стадиону. Много чемпионов было, можно сказать. Потом на каток, в портфель бросишь, все собирались. Здесь играла музыка, здесь стоялась вот на этом месте, где сейчас вот эти деревья. Здесь была спортивная школа. Уже много лет бывший стадион, принадлежащий когда-то фанерному заводу, приходит в запустение. Жители давно просили вернуть сюда жизнь. Инициативные люди обращались к депутату законодательного собрания Игорю Лашманову. Сегодня он здесь, чтобы поделиться отличной новостью. Стадион на Фанерном восстановит. Около трех лет назад в приемную парк Енина России пришли жители микрорайона Фанерный с просьбой восстановить стадион, который когда-то был здесь, вот на этой площадке. И были неоднократные обращения и потом. И несколько раз встречались с главой округа Муром Евгением Генчуручковым по этому вопросу. Искали варианты. И вот теперь нашли хороший вариант. Здесь появится новая современная спортивная площадка. В микрорайоне уже в ближайшее время возведут новый многофункциональный спортивный комплекс с беговой дорожкой, площадкой для футбола и волейбола. Здесь будет оборудовано освещение и построен тротуар, ведущий к стадиону. Проект стал возможным благодаря совместным усилиям администрации округа и «Газпрома». Реконструкция будет включать в себя дорожку 200 метров. Это мы сделаем самостоятельно. И поле для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Это будет сделано с помощью наших партнерских отношений с «Газпромом» в рамках программы «Газпрома» «Газпром.Дети». Также будут обустроены площадки для воркаута. И здесь нам помощь оказывает депутат окружающего собрания нашей области Игорь Викторович Лошманов. Поэтому такими совместными усилиями мы проведем буквально в течение полутора месяцев в полную реконструкцию стадиона. И у нас в городе появится еще одна спортивная площадка. Первым делом стадион очистят от зарослей и старых ржавых конструкций. Работы предстоит много. Не помешает и помощь местных жителей. Администрация совместно с руководством «Зао Муром» просчитывает варианты строительства парковочных мест, чтобы заводские большегрузы не мешали посетителям будущей спортивной арены. Фанерный станет пятым стадионом, восстановленным местными властями за последние 8 лет. Ольга Килешина, Артем Корнилов. Наши новости.